Так как Владыка знает, что здесь на сегодняшний день проживает около 10 тысяч населений, это вполне нормальный приход, у нас есть приходы, где гораздо меньше людей, где буквально 100-200 человек составляет деревню, и там уже свой отдельный храм, отдельный приход. Здесь гораздо больше, и вот именно с этой целью, чтобы здесь активнее развивалась церковная жизнь, чтобы здесь совершались все те служения, которые есть в наших святых храмах. Это и дела милосердия, это и организация воскресных школ для детей и для взрослых, это и другие актуальные в нынешнее время различные церковные служения. Именно с этой целью Владыка принял решение, чтобы здесь организовать новый приход нашей московской епархии. Буквально в ближайшее время мы начнем заниматься юридическими документами, чтобы здесь был свой устав, как в любом другом приходе, чтобы весь полный пакет документов, как и есть в других храмах, чтобы был здесь, в этом святом месте. И вот 12-го числа митрополит Ювеналий назначил настоятелем этого святого храма отца Илью, который уже здесь на протяжении года совершал служение в качестве второго священника Троицкого храма села Ельдигина. Он был помощником отца Александра. Я бы хотел в сегодняшний день выразить благодарность отцу Александру, который уже много лет окормлял это святое место, который потрудился, чтобы здесь был этот Дом Божий, где теперь мы можем в тепле, в чистоте молиться и прославлять имя Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую Владычицу Богородицу и Святаго Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского, в честь которого посвящен этот святой храм. Но отцу Илье еще выпадает великая миссия, потому что этот храм, как мы знаем, он временный, но в нем тепло и хорошо и уютно каждому из нас. Но поселок разрастается, и здесь нужен будет новый храм, красивый храм, чтобы он стал украшением этого святого места, чтобы многие люди, жители этого поселка, могли бы сюда приходить, молиться, чтобы им было удобно и комфортно в этом святом месте, и чтобы они могли своими молитвами приближаться к Господу нашему Иисусу Христу. И вот я бы хотел тебе, дорогой отец Илья, пожелать Божьей помощи в непростом, тяжелом служении. Ты призван быть пастырем в церкви, ты призван пасти Божие стадо. И вот 12-го числа Владыка Нашим Виналий именно вручил тебе это стадо, этот поселок, этих людей, чтобы ты был для них истинным пастырем, чтобы ты своей жизнью показывал им пример и вел их Господу нашему и Иисусу Христу, Царству Небесному. Чтобы в свое время ты, когда предстанешь перед Богом на страшном суде, чтобы ты всех этих людей собрал и сказал, «Вот, Господи, я, а это мое стадо, мои люди, которых ты мне верил». И, наверное, будет для тебя великой радостью, если все эти люди вместе с тобой будут в Царстве Божьем прославлять имя Господа нашего Иисуса Христа. Я желаю тебе мудрости, желаю тебе Божьей помощи. Я бы хотел также попросить и всех вас, чтобы вы помогали Отцу Илье, Настоятелю этого святого храма, чтобы вы его поддерживали, потому что человеку одному своими силами практически невозможно ничего сделать. Но если в приходе будет единство, если в приходе будет мир, если вы будете друг другу помогать, то очень многого вы все вместе добьетесь и сделаете для этого святого места и для нового храма в честь благоверного великого князя Дмитрия Донского. Раньше были службы немножко поздно в вашем приходе. Я бы хотел всех вас попросить, чтобы вы не ленились. Я думаю, будет это удобно, потому что Отец Илья теперь уже не будет больше служить в Троицком храме села Юдигина. Он полностью будет здесь совершать свое служение. Я бы хотел всех вас попросить, как можно раньше приходить в храм Божий, потому что сегодня я приехал в 8 часов утра, уже началось богослужение, а только было 3 или 4 человека в святом храме. Поэтому прошу вас, не ленитесь, входите в Дом Божий, ведите своих детей, чтобы они здесь приобщались к нашей православной церкви, к нашей вере, чтобы они потом учились делать меньше плохих поступков, меньше грехов, а чтобы больше были с Богом, и тогда Господь их будет хранить на протяжении их земной жизни. Я сердечно всех вас поздравляю с этим великим историческим моментом для этого места, для этого прихода, для святого храма. И желаю, чтобы все вы были как одна семья, чтобы у вас была настоящая церковная община, и чтобы вы своей жизнью были подобны святым ученикам и апостолам, которые не поленились, которых Господь послал на проповедь. И они оставили все, они пошли проповедовать Слово Божие и приводить людей к Богу. Вот я желаю и всем вам, чтобы вы, в свою очередь, были подобно апостолам, чтобы пошли по всему поселку, рассказали, что здесь есть Дом Божий, что здесь есть храм, что здесь совершается святая Евхаристия, что здесь крестят, венчают, отпевают, чтобы другие люди сюда приходили, чтобы они причащались к святых христовых тайн, принимали святое крещение. И когда умирают, чтобы они отсюда уходили в иное бытие, чтобы здесь совершалось над ними отпевание. Я желаю всем вам, чтобы Господь помог, и чтобы здесь действительно был мир, благополучие и всегда благодать Божия хранила это святое место и этот Дом Божий и всю вашу приходскую общину. Храни вас всех, Господь! Сердечно всех вас поздравляем! Божий в ваших отец, а? Спасибо, Господи, Отец Михаил, спасибо, Господи, дорогие братья и сестры, что пришли в этот день, что Божий сказали такое слово. Действительно, этот, как бы, я когда к вам только пришел, будучи семинаристом, вы не, как говорится, не отринули меня, вы взяли под свое крыло, вы помогли мне, научили меня, будучи, когда еще был пономарем, научили меня, как надо служить, как надо вести себя, и помогли и в становлении, как в ягодском, так и священническом.